Этот день занимает особое место в государственных праздниках. И как бы единство это значит вместе, как одна семья. Мы хотим сделать этот праздник таким домашним, простым, ну как бы семейным, так скажем. И наш концерт сделан исключительно только нашими силами, первичной организацией номер два. Мы режиссеры, сценаристы и артисты. Так что строго не судите. Подпевайте, чтобы было хорошее настроение. В общем, мы к вам со всей душой. И я просто хочу сказать, что в нашей первичке я просто горжусь этими людьми, которые вот таланты. Понимаете, таланты. У нас есть поэты, у нас есть пигуни. У нас даже стоит на учете заслуженная артистка России, Ольга Ивановна. Наверное, вы знаете ее. Землячка наша. Я хочу сказать, что начнем мы все это. С песни «С чего? Начинается Родина». А поет у нас дуэт «Два крыла». Называется. Культур нашей первичной организации, председатель комиссии. И ветеран Единин Василий Михайлович. «С чего? Начинается Родина» 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 И через год начинается Родина, За кошек горящих вдали, За старые солнцные буденки, Что где-то в шкафу мы нашли. А может она начинается со стуха водных колёс, И взгляды, которые юности, День, что он в сердце принёс. И через год начинается Родина. И через год начинается Родина. Зовут тебя Россию, И через год зову. Спроси, ты не спроси, Я не верю мне в землю, И меня не спеши, ты не верю, Когда-то на реквине. И через год, о России, Спаси, ты не спеши, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нижегородский староста, купец Казьмар Минин, обратился к горожанам всякими словами. Православные люди, походим помочь московскому государству, не пожалеем животов наш, да не только мы животов, дворы свои продадим, жен, детей заложим, и будем лечить, чтобы кто-нибудь у нас стал начальником. И какая хвала будет всем нам от русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело. По призыву Минина люди сдавали деньги, сначала каждую третью день, оказалось недостаточно, и каждый внес в казну пятую часть всех своих доходов на жалования служил людям. По предложению Минина на пост главного воевода приглашен был 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский, а его помощником стал, соответственно, Казьма Минин, избран всем народом. Таким образом, во главе второго земского ополчения были люди, обличенные полным доверием всего народа. Вот на Минина и Пожарского собралось по тем временам огромное войско. Десять тысяч поместных людей, служимых, как их называли, около трех тысяч казаков и более тысячи членцов, а также множество людей из крестьян. Так что в освобождении русской земли под иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, ходивших в состав русской державы. Нижегородское ополчение с чудотворной иконой Казанской Божьей Матери 4 ноября 1612 года взяло штурм Китай-горов и изгнало поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. В конце февраля 1613 года земский собор, куда входили представители всех сословий страны, и боярство, и казачество, и стрельцы, и крестьяне, избрал новым царем Михаила Романова, первого русского царя из династии Романова. Уверенность, что благодаря имени иконе Казанской Божьей Матери была одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский специально выстроил на собственные деньги на краю Красной площади Казанский собор. И по указу царя Алексея Михайловича, который правил после Михаила, было установлено обязательное празднование 4 ноября как Дня Благодарности Пресвятой Благородицы за ее помощь в освобождении России от поляков. И этот праздник отмечался, получается, с 1642 до 1917 года. А потом уже, ну, как вы понимаете, поскольку это был праздник сухом царковной, он, естественно, был отменен и был возобновлен уже только в нашей жизни в пятом году. Таким образом, День народного единства, по сути, это возвращение к старой традиции. Когда в день, это в этот день в разных городах, политические партии, общественные движения организуют шествия, концерты, мероприятия, благотворительные акции, ну, к которым, естественно, мы и присоединяемся. Единство, сплоченность, патриотизм. Вот чем отличается русский народ. Это показала наша победа над фашистской Германией. Сколько дорог было пройдено. И сейчас, в преддверии 70-летия победы над фашистской Германией, мы постараемся поздравить всех участников Великой Отечественной войны, всех кружеников тыла, всех ветеранов Отечественной войны с этой победой. Песня в лесу при фронтовом. 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 И каждый слушал и лжал, молчок был дорогой. И каждый думал о своем, припомнив ту весну. И каждый знал, дорога к ней идет через войну. Пусть свет и радость прежде встречь, нам светят трудный час. А коль придется всем влечь, так это лишь только раз. Пусть и смерть в огне в труб, бойца не устраши. Но конституция такая, я понимаю, как это произносит. Пусть каждый сел и решит. Народ поймает. Победа досталась дорогой ценой, но мы их победили. Небо стало голубым, куча голубого. Вот так можно, это лучше получится. Вот мы и сравнили. И, сам и запустя. И, сам и делает. И, сам и делает. С вами был Ирuesta. А я песс-пухнуть. Б разловой fleece. И, на глазах край, погрузят. И, сам и задор. Ахберицы и надежда ш기도. Звучит музыка. 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 Наши перпички, она со своими стихами, на ее стихи пишут даже песни, они исполняют. Мы уже говорили о празднике, а я хочу вас еще пораньше вместе с собой увезти. В этом году, я не знаю, как сказать, наверное, посчастливилось мне быть в Казани, хотя я была до этого, ну, лет 20, наверное, назад. Вот, но те впечатления, которые я получила там, я приехала, у меня был такой творческий перерыв, оттуда я приехала, написала сразу стихотворение. Вот одно я вам сегодня прочитаю. Звони буду вас мучить, кто ходит к нам на вечерах, я думаю, уже слышал. Катарштамт. Лязг мечей, зловещий и упрямо, превращался в монотонный звук. Звук молитв усердного имама в битве государства утонул. Грозный царь так прозван был недаром, мол, вел он князьям. А ну, не трус, сколько можем уступать татарам? Вся земля на Волге наша, Русь. Город взяв в искусную осаду, авангард казаки и стрельцы, Русский царь, сметая все преграды, захватил татарские дворцы. Хватит, словно два рычащих зверя, Азии с Европой воевать. Две державы, разные по вере, Стали мирно сосуществовать. Волнуюсь. Шли молиться в храм переселенцы, А в мечеть свою татары шли. Рядом с ними и единоверцы, Словно отчий дом свой обрели. Здесь живут, соседствуя без брания, Словно братья на земле родной. Русский брат, чуваш, мордвин, татарин, Дамариец с кюсли заводной. Не мешает, нет на то причины, Звон колоколов, летящий вверх. И призыв к молитве Мулдзина Не наводит христиан на грех. Запад и Восток единой силой, Два цветка, ромашка и тюльпан. Как пример содружества и мира. Вот такой сегодня Татарстан. Хочу сказать, что действительно, вот такого гостеприимства я давно не видела. Нас, москвичей, в общем-то, если говорить честно, нигде не любят. А там очень хорошие отношения, и объяснят, и расскажут, и пригласят. Вот это мне очень понравилось и запомнилось. Ну и, конечно, у нас национальная наша Москва. Моя Москва. Народ, помогите. Чуть забрезжил рассвет над Москвой, Размывая небрежные тени. Ветерок разбудил озорной, Что дремал в ветках кленов и елей. Лунный диск, что светил фонарем, Вмиг утратил свои очертания. С летним теплым и ласковым днем У Москвы нынче снова свидание. То умойся прохладной росой, Да расправь свои гордые плечи. За плетей кроны русской косой. Вот и все, подготовлено к встрече. Синий взор этих рек и прудов, Как у матери, с лаской, но строгей. Двери Насти шуфарков дворов, Только козни оставь у порога. А поясом гульварным кольцом Крепкий стан, он подевичий гибкий. А лицо, всей России лицо, Привлекает спокойной улыбкой. Пусть меняется снова сезон, Летний зной станет троп-листопадом. Осень в золоте и зимний солн С озумрудами вешними рядом. Ты, Москва, как всегда хороша, Пусть же молодость долго продлится. Не стареет с годами душа, Я тобой буду вечно горжать. АПЛОДИСМЕНТЫ Легкой грустью, но не блюз. Не проси меня с улыбкой не молчать, Когда вдвоем счастье, Нежный голос скрипки, Звон капелли, но не гром. Не проси меня, мой милый, И с собою не забей. Наши чувства лишь полсилы, Лишь предчувствие. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Валерий Иванович, еще, так сказать, на эту тему военную что-то нам прочитали, ну, не на военную, а после военную. Утро. На службу зовет благовест. Звоном малиновым пола на крест. Птицы проснулись, туманится даль. На чудо святое взглянулось. Долго блуждал по российским местам. Долго мечтал о тебе, Валаам. Я по-иному смотрю в этот мир тихо. А слышу звучание лир. Дрогнуло сердце. Тенечки сосна. Голой скале прилепилась одна. Змейка поверху корней проползет. Крошку землицы сосне принесет. Птичка на отдых прервет свой полет. Песенка звонко сосне пропоет. Дальше помчится к печугам своим. В грусти и радости мир неделим. Как не мечтает сосна земле. Нужно готовиться к долгой зиме. Северный ветер стремглав опалит. И не согреет бездушный гранит. Стежка выводит меня на простор. Стелец и трав разноцветный ковер. А на ковре королева сосна. То и не в примет величава стройна. Многих творцов вдохновляла краса. То, как стремится сосна в небеса. Репин писал. Иполенов писал. Царь в умиление слезу утирал. Благоговеет паломников рать. Все это Богу под силу создать. Солнце подарит прощальный заказ. Маковки золотом чистым горят. Путрым в дорогу, в светскую жизнь. Долго придется подсказать эту жизнь. Но не промолвлю. Прощай, Валаам. Верь, возвращусь я к твоим берегам. Рау, ветераны, нация, народ. Праздник светлый поворот. С днем единства поздравляем. И от всей души желаем. Заодно быть сильным. Единым, неделимым. Свято чтить историю. И луга просторная. Реки, села, города. Мы великая страна. И как здорово, что все мы сегодня забрали. С днем единства поздравляем. Пусть тем, гайерный жёлтый. Ты обнимаешь небо. В спл窓 колланы это. Прости тугую выаска. Качнется купол неба. Большой и звезда снежный. Так здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. Начнется кукол неба, Большой и звезды снежные. Так здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. Как подлескаться как-то В костерке что-то пряжет. Ты что грустишь, бровяга? А ну-ка, улыбнись. И кто-то очень близкий Тебе сегодня скажет, Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. И кто-то очень близкий Тебе сегодня скажет, Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. И все же с болью горьми Мы здесь сегодня вспомним. Чти имена, как раны На сердце забегли. Мечтями и песнями Мы каждым днем наполним. Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. Мечтами и песнями Мы каждым днем наполним. Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. Вот, молодцы, молодцы. Сегодня собрались. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но наше мероприятие подходит к концу. Но мы можем остаться еще попить. Чай попить. У нас еще можно песен. АПЛОДИСМЕНТЫ Все мы разных национальностей Собрались в этом зале. Но все мы едины, сплочны. И все мы за мирное небо над головой. Я вам всем, от всей души Желаю крепкого здоровья на долгие годы. Будем еще не раз встречаться. Будем еще не раз веселиться. И, как говорится, Хочется поблагодарить Марину Александровну За ее гостеприимство, За предоставление вот этого помещения. Это много значит, что есть где собраться. И нам идут навстречу. А мы, как говорится, И вот за этими столами Мы едины. Мы как семья. Спасибо. И организация. И на вот 10 словах гостей. Вот я смотрю. Начнем с женщины. Давай. Хорошие, красивые, ласковые, веселые. Все, которые здесь сидят. И передавайте от нас, Таких же красивых, и веселых, и ласковых, Своим соседкам, подругам, родственницам. Пусть к нам приходят, в наш коллектив. Вот когда приглашаешь, Приходите, вставайте к нам на учет, Совет ветеранов. А что мы там будем иметь? Ну что иметь? Вот хорошее настроение. Общение. Ну, вот я не знаю, доброту нашу друг к другу. Понимаете? Вот мы же все, Ну тоже пенсионерки. Тоже не девочки, не молоденькие. Но пришли сюда, вот в свое время, Кто-то уже больше 10 лет работает, Кто-то 5 лет работает. И когда сюда приходишь, Вот не через силу, А когда приходишь, Ну просто вот от души, Здесь засасывает. Вот поверьте, Правда здесь интересно. Было немножко сложно, Но сложно у нас бывает в основном председателям, Потому что учеты, отчеты, А остальные, это люди здесь, Женщины, Общаемся ведь мы. А это так нам сейчас важно, Общение друг с другом. Поэтому большое-большое спасибо, Мина Васильевна, вам, Вашему коллективу замечательному, Вот за сегодняшний, Такой хороший, Добрый, Душевный вечер, Который мы. Виталий Васильевич, Виталий Васильевич у нас Сокруга, Председателю вековечения Памятни защитников Отечества, Мальцев Виталий Васильевич. И у нас он стоит тоже на учете. Да, вот с этого Мина Васильевна Начинается. Я никогда не забываю. Потому что я... Я говорю, что у нас все люди Очень, очень, очень Грамотные и очень достойные И очень талантливые. Дело в том, что, конечно, Я уже больше 10 лет Стою на учете Во второй первичной Организации. И вот сейчас я здесь выступаю От имени первичной Организации. Но я что-то скажу И на перспективу. Все дело в том, что действительно, Вот как-то мы забыли немножко В прошлом году, Вот здесь, В этот же день, На день раньше, Мы собирались и отмечали 100-летие комсомолок. Мы же все комсомольцы, Мы же все, 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 молодежь, все, что там говорить. И песни комсомольские пели, И что, и концерт был, и участвовали. И сейчас, ну и надо как-то вспомнить, Это праздник. Вчера была 101-я годовщина комсомола. Вчера были звонки, Поздравления. А я как 21 год Носил комсомольский билет, Начиная со школьной скамьи, И кончая начальником отделения Комсомольской работы, Главного управления Министерства обороны. Поэтому мне сам Бог велел, И долг велел, Чтобы вспомнить, Все-таки 21 год Моей юности прошел С комсомольский билет. Ну, а теперь мы уже ветераны. В комсомольские года мы вспоминаем, И вспоминаем сглуговением, Потому что мы жили, Мы росли на этом. А потом, ну что, Вот мы отмечаем праздник, Говорим о День народного единства. Действительно, вот среди нас Люди различных национальностей, И будем так говорить. И мы тоже самое, Как бы, Едино, что ли. Едино в том плане, Что действительно, Вот в нашей первичной организации, День Васильевич, Сколько у нас получается стоит? 200. Отчет на сегодняшний день, 700 человек. Вот так. Такой первичной организации, Вы почти нигде не найдете, Я вот так общаюсь, Спрашиваю, Ну 500, Ну 400, Есть даже по 200 человек, Ну что это за дела? И вот сегодня, Вернее, вчера я смотрю, Даже в нашем доме, Висит? Объявление. Объявление. Просьба, Те, кто желает, Приходите в нашу первичную организацию, Записывайтесь, Становитесь на учет, Действительно, Вот мы собрались, Вроде не просто, А просто поговорить, Воспоминать, Вместе. Ведь мы идем к большому знаменательному празднику, Это будет 75-летие победы, Вы послушайте, Почти каждый день, Я не знаю, Будет такое торжество в нашей России, Которого не знал весь мир, Потому что Советский Союз победил В этой кровавой войне 1941-1945 года, Об этом мы все прекрасно знаем, Мы через это прошли, Будь мы детьми войны, Будь мы чуть постарше, Но, по крайней мере, Вот мы с Любовью Алексеевной, Мы с ней разделились в 1941-1945. И когда приходишь на Красную площадь, Какое-нибудь прохладное мероприятие Будет проходить, Кажется, до 7 ноября, Когда войска наши пошли в контрнаступление, И всегда смотришь, Там написано, Сколько лет я прожил, Допустим, в этом году пойду, Ну, правда, я пойду, Потом готов в другое место, 7 ноября, Я скажу, Куда мне пошли, А я пойду, Действительно, Семейский пятилетие победы, И вот, Предложили мне возглавить группу Ветеранов, Есть такие Пермиловские высоты, Это в районе Яхрова, Туда поедут ветераны, Ну, я провел инициативу в том плане, Что, ну, ветераны, ветераны, А где же преемственность? Где молодежь? Так, идите туда? Я пошел в первый кадетский корпус, Познакомился с заместителем Первого кадетского корпуса По воспитательной работе, Полковник, Дорогой, Дорогой, Доварищ полковник, Вячеслав Михайлович, Так и так, Надо как-то подключать молодежь К этому делу, Он со мной согласился, И помимо того, Что будут там ветераны, Там будет 200 кадетов, Которые будут, Они приедут на своих автобусах, Они говорят, Мы приобретем цветы, Чтобы подложить этому памятнику, Знаменитому, Где начиналось контрнаступление Под Москвой, Вот такая будет акция, Ну, и я как, Член нашей первичной организации, Еще просто минуя округ, Стараюсь где-то побывать, Например, вот завтра, Меня пригласили, В Московский дом, Советской армии, Он так назывался, Сейчас называется культурный центр, На конференцию, Посвященную, 10 сталинских ударов, Вы помните, Эти 10 сталинских ударов, Если был календарь, Когда-то отрывной, И там всегда, Ежегодно, В советское время, Эти 10 сталинских ударов, Они отмечались, Вот завтра, Генерал армии, Лобов, Будет проводить, Эту конференцию, Интересно, А что я хочу, Старить заключение, Вот здесь, Женщина, Я в самом начале говорил, Про московское долголетие, Я в нем участвую, Ему, Ко мне стоит одна дама, А мой муж, Василий, Одиноков, Мы с ним ходим И поем песни, Так как участвуем на столе, Долголетие, Долголетие, В следующий раз, Я в субботу, Запишите, Денея Васильевна, Запишите, Дело в том, что, Я сейчас небольшой перерыв там сделал, Потому что сейчас там тема такая, Пение, Хор девушек, Из оперы, Евгений Онегин, Разучивает, Ну я вроде как-то к этому делу, Но он смеет, Понятно, Я пока сделал паузу, Девушки все без зуба, Я опять там болелась, Конечно, там очень здорово, Там дама, Которая преподает пение, Она и гимнастику, Горловых связок делает, И еще там какую-то гимнастику, И распевку, И все остальное, Очень интересно, Очень прекрасно, Все там получается, Ну что я хочу за ним сказать, Что в среди нас, Я уже сам в начале сказал, Мы это петь, И не только лишь в школах, Но у нас здесь есть Очень много украинцев, И мне не безразлично, Это государство, Так как в Киеве я учился, Во Львове я женился, В Николаевской области я служил, У меня там дочь родилась, И в течение тех шести лет, Которые я побывал на Украине, У меня в душе и в сердце остались Песни украинские, Если, с вашего разрешения, Я дам капелла, Исполню вам песню, Которую исполнял буквально недавно В Никольском парке, Санатории, На заключительном концерте, А песня называется Украинская черемшина, Вы ее знаете, Если, конечно, я возьму анализ, Можете сковать, Не сковать, Не знаю, Как получится, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому я вам всем желаю здоровья И чтобы дней вот таких единства у нас было очень много Нина Васильевна, спасибо вам за праздник Спасибо всем, что вы у нас есть в районе достойные, уважаемые люди Поэтому с днем единства, с днем единства нашей страны, с днем единства нас с вами, нашего района Спасибо Я хочу предоставить слово председателю социально-бытовой комиссии Славно Любовь Алексеевны Округа Северного Северного АПЛОДИСМЕНТЫ Да Да Друзья Я конечно очень тронута Такой встречей Такой вот Теплой беседой И то, что мы сейчас В преддверии В этой встрече 75-й годовщины Начала войны Отвечаем его В таком вот вроде бы торжественном Собрании Я хочу вам сказать, что Я войну знаю не понаслышке Я войну прошла Я прошла в немецком фронтлагере Бухенваль Ребенком И мои детские глаза Видели И помнят Все До последней Как говорится Минуты Пока нас не освободили Так что Это очень Очень Тяжелый Момент И очень Такое Ну как бы сказать Каждый день Было Сосновь И прекрасно Можешь Воведут В июн Заберут Вuv하죠 Из атом – и Fran Я была девушкой, матерью, бабушкой, прабабушкой. Мы с мужем прожили 57 лет и живем до сих пор. Муж мой служил в Туркмении, полковник. Мы прошли все тоже, как говорится, ранги от рядового почти лейтенанта до полковника. Так что говорю, и везде я с людьми, везде я в жилсоветах участвовала, учитель бывший тоже, учеников любила, обожала. Я никогда с класса не выгнала ни одного ребенка, потому что я боялась, мало ли куда он пойдет. Кругом смеи, кругом пустыня. Приведу за ручку, поставлю рядом, я рассказываю, вон стоит. Так что я очень любила детей, очень люблю и взрослых. Уже более 20 лет я работаю в ветеранской организации. Вот здесь работаю уже в округе 11 лет, 12-й пошел. Занимаюсь социальной работой. Знаете, что это значит и деньги, и наборы, и подарки, и сиделки, и патронажная служба. Все это проходит через социальную комиссию. Так что спасибо большое, что вы мне всегда очень хорошо помогаете. Какие бы мы ни попросили списки, ваш район первый сдаст. Спасибо. Это заслуга большая, конечно, Алексея Андреевича. Большая заслуга Людмилы Семеновны. Вот, потому что вы всегда на чеку и всегда готовы помочь. Что я еще вам хочу сказать. Мне очень-очень радостно видеть ваши лица, приятные, добрые, такие отзывчивые. Будьте всегда такими же. Будьте всегда жизнерадостными. Чаще посещайте кинофильмы, театры ходите, ездите на экскурсии. Это очень сближает. И я в преддверии этих праздников, которые нас ожидают, желаю вам здоровья, удачи. И чтобы вы всегда такими же были красивыми и молодыми. Спасибо. В заключение Алексей Андреевич, председатель районного совета ветеранов. Доброе утро. Спасибо. Спасибо. Уважаемый ветеран. Сегодняшнее наше собрание, конечно, приятно и удивило меня. Потому что в нашем районе шесть первичных организаций, которые объединяют более трех тысяч ветеранов. И на этой работе, честно, я уже не первый год. Я не помню, чтобы мы, какая-то первичная организация организовала такое мероприятие, на котором мы сегодня все присутствуем. Это не просто так, потому что организация, которую возлагает Нина Васильевна, в шестнадцатом году, когда был смотр на лучшую районную ветеранскую организацию, то Нина Васильевна, ее первичка, заняла первое место в районе среди шести первичных организаций. Что, что? Поэтому видно, что она работает. И работает неплохо. И сейчас, значит, планируется смотр первичных организаций в январе двадцатого года. И я хочу надеяться, что первичная организация, которая возлагает Нина Васильевна, займет достойное место. Не отдаст свое первое место. А вот тоже неинтересно. Не, ну то, что Нина Васильевна, что вы сделали, вы, то не будет никогда. Первое место. В истории нашего района не было. Большое вас спасибо. Каждую вторую пятницу месяца здесь проходит литературно-музыкальный вечер. Пожалуйста, приходите. Кто к нам приходит, да, вот, собрать мне не дадут. Спасибо. Спасибо. И вас. Вы можете что-то скажете? Нет. Спасибо. 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 Спасибо.